здравствуйте дорогие мои друзья с вами светлана веда и сегодня у нас будет интересное гадание выйду ли я еще раз замуж у нас сегодня будет три варианта ответов посмотрите у меня на столе лежат волшебные колечки первый вариант кольцо кому понравилось загадываем кстати эти колечки вы всегда можете приобрести у меня в волшебном магазине или написав fiber whatsapp telegram в описании к видео или здесь вы видите мой номер телефона и так первый вариант посмотрите какое красивое кольцо вариант номер два необыкновенное просто необыкновенное чудесное колечко и вариант номер три я очень люблю крупные кольца и просто чудесное очень очень красивое кольцо нежно-розовое вот такие вот три колечка волшебных сегодня у меня участвуют пишите в чате в комментариях свой выбор 1 2 или 3 варианты кстати можете воспользоваться всеми трем вариантами например обозначив определенный срок например одно кольцо это первые там полгода или такой-то год второе кольцо это еще какой-то год до период то есть разбитие на периоды и третье кольцо еще какой-то период то есть вот посмотрите какой Какой период более удачный для того, чтобы выйти замуж, и какой может быть не совсем удачный. И воспользуйтесь этими подсказками и советами. Так что, дорогие мои друзья, пишите, пишите в чате, в комментариях, сколько вариантов вы выбираете. Обозначьте обязательно сроки свои, потому что не нужно думать о том, что если выпадет вариант не выхода замуж, что это на все веки вечные. Нет, конечно, это значит просто неподходящее время. Всегда можно что-то исправить в своей жизни, пойти другой дорогой, и всегда, если вы захотите, можно выйти замуж. Ну что же, итак, выгадать мы будем сегодня на чудесной колоде Тарориша. Очень интересная действительно колода. Итак, я надеюсь, что каждый из вас уже загадал свой вариант. Написал. Кто не успевает, ставьте на стоп, а мы с вами начинаем. Итак, вариант номер один. Вариант номер один. Посмотрим сейчас, что у вас. Давайте посмотрим, что можно сказать о вас, конкретно о вас. Король Жезлов. Ну тут сразу выпадает карта, которая говорит о том, что однозначно вы выйдете еще раз замуж, и вы встретите своего мужчину. Но так как эта еще карта выпадает на вас, здесь много мужской энергии. Вы знаете, здесь вот, знаете, я сама, я все сделаю сама, я все решу. И, кстати, это еще может быть минусом в том смысле, мужчины же они как? Они же любят женщин, которые хотят помощи. Они любят слабых, беззащитных. А вы такая, знаете, прям шустрая. Нет, я сама. Вот этим, кстати, можете отпугивать мужчин. Еще, может быть, вы носите брюки очень часто, потому что, как психологи уже доказали, это научно доказанный факт. Когда женщина ходит в брюках, то мужскую особь, она этим отталкивает, да. Он в фигуре видит своего как бы соперника, противника. А вот если женщина в юбке ходит, то тогда он смотрит к ней уже совершенно по-другому, относится к ней по-другому. Но вот здесь, да, такая карта, я сама, такая самостоятельная женщина. Вот здесь надо проработать немножко мягкости, хитрости нужно добавить. Что в вашей головушке? Карта смерти. Это конец старой жизни, начало новой. Это карта смерти и рождения. То есть идет какая-то трансформация, переоценка каких-то ценностей в вашей голове. Это уже хорошо, это замечательно и здорово. Что вы скрываете в своей жизни? Предательство, ложь, измены, может быть, провокации близких людей. Не можете простить, не можете забыть. Боитесь, что повторится ситуация вновь и вновь. Что, на что вы можете встать, опереться? Карта солнца на свою семью, на своих близких людей, да, на тех, кого, может быть, и нет уже рядом с вами, да, видите, такие образы стоят. Может быть, это как ангелы-хранители ваши, предки. А в любом случае, это такая карта семьи, семейная карта, когда сила рода хорошая, крепкая, да, когда вы можете действительно попросить поддержки у своих родственников, и они вам дадут силы и помощь. И, кстати, это светлая полоса вашей жизни тоже карта хорошая. Что вы можете предложить этому миру? Опять король мечей, но опять мечи. Вот еще раз вам говорю, здесь знакомство будет, и замуж вы вполне-таки можете выйти, но перестаньте вести себя как мужчина. Вот король мечей, опять мужская такая, такая янская энергия, да, король мечей – это такой воитель, воитель, да, военно-начальник, человек, который вот машет этим ножом, машет шпагой, сказал, как отрезал, да, сказал, как зарезал, мне так хочется сказать. Но опять вы включаете такого мужика, понимаете? Я все сам, я решу, я, вот понимаете, потому что тут внутренние какие-то еще проблемы прошлого идут, и поэтому вы уже боитесь кому-то верить, и поэтому вот машетесь шашкой, как говорится. Давайте дополнительно достанем мы сейчас карту. Карта дьявол, дьявольщина. Ну, здесь еще нужно смотреть, хочу сказать, у вас какие-то привязки есть еще. Может быть, вредные привычки, от которых нужно избавиться, а может быть, это вот как раз привязки прошлого. Также карта еще негативного порядка говорит о том, что, возможно, на вас какая-то негативная программа стоит, как какое-то заклятие, да, то есть перечеркнули дороги, вот оно на перепуте, на перекрестке вы стоите, да, и дорога в храм прям ведет, видите, показывает, в храм нужно идти. Но здесь однозначно делалось, здесь магическое вмешательство было, и сердце, видите, оно прям закрыто, закрыто на замочке у вас. Потому что по всему раскладу я не вижу препятствий каких-то, чтобы вы познакомились, вышли замуж. А вот эта карта сразу показывает, есть какой-то негатив, который нужно убрать. Это либо психологические какие-то привязки, да, у вас идут, надо посмотреть, поработать, или вредные привычки, которые вы не можете искоренить, да, те же, да, когда вы говорите, я все сама сделаю, да, это вредные привычки, дорогие мои, либо это действительно магическое вмешательство. Но, а если вы проработаете вот эту карту, карту дьявола, карту искушения, то замуж вы вполне-таки можете выйти. Вот такой вот расклад у нас получился. Номер один, пальчик вверху слов «Благодарю», колечко, посмотрите, можете его приобрести. Прекрасное кольцо. Итак, вариант номер два. Все, кто загадал, второй вариант. Давайте посмотрим второй вариант. Итак, что можно сказать о вас? Пятерка дисков, вот, знаете, сейчас вы не в ресурсе, вообще нет ресурса, нет резерва, какая-то тяга, да, тягостная, видите, вы как на перепуте, на перекрестке, и такое впечатление, все, о чем вы думаете, оно как будто далеке, нереально, нематериально даже, потому что вы не можете либо сформулировать, что вы хотите, либо заставить обрасти желание материальным, потому что вы не можете, вы не ресурсны, как будто бы с вас выкачали энергию, вытащили все силы из вас, и вы, вот, не можете свое желание добиться, достичь, да, в принципе, вот с такой пробойной, да, очень редко к вам могут притянуться нормальные люди, в основном будут притягиваться такие же нересурсные, как и вы. Здесь, знаете, вот даже хочется сказать, нужно, в первую очередь, посмотреть на себя, что не так, да, нет образования, вы учитесь, нет, допустим, какой-то физической подготовки, пойдите, подтяните свое тело, да, или там сядьте на правильное питание, займитесь чем-то, какую-то цель жизни поставьте, идите, у вас нет цели, нет стремлений, нет желания, понимаете, нет желания жить, вот есть какая-то пробойна в энергетике, поэтому с этой пробойной это сложно, конечно, притянуть к себе нормального человека, здесь нужно поработать, энергетически снять вот эти вот пробойны. Что в головушке у вас? Что в вашей головушке? Рыцарь чаш идет, а рыцарь чаш, могу вам сказать, это все о чувствах, о любви, думаете о каком-то парне, либо это ваш суженый, да, либо это ваш сын, ну, рыцарь чаш, это может быть и сын, дочка, да, это ваш ребенок, но это также может быть мысль о любви, что вы мечтаете, хотите любви, хотите мужчину, чтобы рядом с вами был, да, но это только пока что мечты в голове. Так, что вы скрываете от этого мира? Магия, либо вы занимались раньше магией, вот сейчас какие-то откаты получаете, либо кто-то на вас магичит и вторгается в вашу жизнь, поэтому вы, может быть, знаете, но не хотите сильно распространяться по этому поводу. Может быть, действительно, кто-то в роду занимался магией, да, и вот вы сейчас как бы кармически отрабатываете какие-то прорехи. На что можете встать, что-то опереться? Карта жрица на свои способности, на свою мудрость. Это, знаете, опыт, ваш опыт и опыт ваших родственников, ваших родовых, может быть, каких-то вещей, да. Это еще, вот вы можете опереться на свои знания, да, которые вы когда-то получили, не просто опыт, а и знания. Мудрость свою, мудрость своих родных и близких. Это очень хорошая карта, и такое подспорье, да, то есть то, что не дает вам упасть в этой жизни. Что вы можете дать этому миру? Карта смерти, трансформации. Кстати, это старший аркан. Вы можете трансформировать, и вот это вот ваше состояние, вот если мы смотрим по этой карте, вы очень легко можете воспрять, вот как птица-феникс, понимаете? Вот сегодня вы в грусти и в печали, а завтра вы можете проснуться, да, по тягушечке, растушечке, и вы уже вот та самая жар-птица, как будто бы возродиться из пламени, да. И порой вам нужно умереть, чтобы переродиться, чтобы родиться, да. Вот сейчас вы тоскуете, сейчас вы не в резерве, не в ресурсе, и, возможно, вот эта магия, это может быть даже ваша магия, да, когда вы сейчас подлатаетесь свои, может, пробоины, да, и потом вас прянете из пепла, да, как перерождение идёт. Вы это умеете делать. И вот эта жрица, скорее всего, все-таки, какие-то были предки, занимались магией, и сейчас эти магические способности переданы вам. Может быть, вы ещё не можете, не знаете, как ими пользоваться, как применить их практику, да. Или вы сейчас учитесь, вот какую-то жизненную трансформацию проходите. Но вот в том состоянии, которое я сейчас вижу, это не то состояние, это нет готовности выйти замуж, понимаете. Вы сейчас должны трансформироваться и привести себя в порядок. Давайте посмотрим ещё одну карту. Шестёрка жезлов. Вы победитель. У вас шансы есть и очень хорошие выйти замуж ещё раз вполне, да, но вам нужно пережить какую-то трансформацию. Ещё, знаете, пришла такая мысль, может быть, вы хотите сделать пластическую операцию? Вот это тоже карта смерти, это перерождение, пластическая хирургия, операция. Даже вон, кольцо упало в обморок, говорит о том, что, скорее всего, это так и есть. Но здесь вот перерождение, трансформация. Может быть, гардероб хотите поменять или ещё что-то. Но я так чувствую, что второй вариант – это какая-то ведьмочка такая сейчас меня смотрит. Да, хотите вот полностью преобразиться, и тогда вы вполне готовы к замужеству. Замужество состоится. Сейчас нужно привести себя в порядок. Вот такая интересная, загадочная у нас карта вышла. Такой расклад получился. Пальчик вверху слово «благодарю». И кому нужна эта волшебная колечка, конечно, пишите. СМС. Вайбер, Ватсап, Телеграм. И мы начинаем смотреть третий вариант. Вот он, третий вариант. Что можно сказать у вас? Что можно сказать у вас? Ой, десятка дисков. Вы очень готовы к семейной жизни. И я думаю, что если захотите, и десять раз вы замужем побываете. То есть от вас столько добра, столько энергии, столько позитива и сил идёт. Такой семейный человек. У вас хорошие корни, хорошая такая родословная, я бы сказала. Или по материнской, по отцовской линии. Но где-то прям веточка хорошая идёт. Прям очень хорошие наработки у вас кармические. Сила рода хорошая такая у вас. И вы готовы абсолютно к отношениям. Поэтому здесь с первой карты я могу сказать, что у вас все шансы выйти замуж абсолютно. Что в вашей головушке. Рыцарь Жеслав. Ну, вы думаете либо о каком-то молодом человеке, либо же это ваш брат, сын, да. А ещё это Жезловая масть. Может быть, даже о сексе с мужчиной вы думаете, мечтаете, желаете. Что в ногах? Туз Жезлов. Опять же, Жезловая масть. Это открытые дороги. Причём это в ногах ложится карта. То есть куда бы вы ни пошли, куда бы вы на кого бы ни посмотрели, вы вполне можете выйти замуж просто на раз-два. Что уйдёт из вашей жизни? Что уходит из вашей жизни? Карта дьявола, девальщина, искушение. И, кстати, это вы скрываете и хотите забыть, может быть, какие-то свои пороки, какие-то, может быть, вещи, которые раньше вам казалось интересным, но сейчас вы уже понимаете, что лучше этим не заниматься. Ну, например, вредные какие-то привычки, сигареты или покушать на ночь или ещё что-то. В любом случае, какое-то искушение, оно ушло из вашей жизни. И это, кстати, неготовность. Неготовность к замужеству. Вот это готовность. Что вы можете дать этому миру? Рыцарь дисков. Стабильность, подарки. Молодого человека можете преобразовать. Может быть, это ваш сын, а может быть, это суженный, которому вы дадите веру в ваших отношениях, да, или как подарок судьбы. То есть это карта стабильности. Диски – это стабильность. Ещё одну дополнительную. Да, встанем. Семёрка жезлов. Вы превосходны, вы отличаетесь от других. Вы совершенство, само совершенство, да. Однозначно. Это прям тысячу процентов, что вы выйдете замуж. Однозначно. Пальчик вверх. И слово «благодарю». И кто хочет, первый заказывайте. Вот это вот чудесное, волшебное колечко, дорогие мои друзья. Ну что же, пишите. Мечты сбываются. СВВС. И ваша мечта сбудется обязательно. Всех люблю. Всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok